Так, ну что же, всем привет, друзья! Сегодня у нас замечательный перевод нового видео от плана B, автора модели Stock to Flow. Одной из самых рабочих моделей по биткоину, кто бы что ни говорил. И буквально через минуту мы начнем его смотреть. Не забудем сказать спасибо каналу BlaBlaCrypto за то, что помогают нам с переводами зарубежных видосов. Вот, подписывайтесь на них тоже, у них очень хорошо растет сейчас канал. Много интересных обзоров по рынку, монеты, которые я не смотрю, всякие таполки. И также много интересной техники, как торговать. Так что обязательно подписывайтесь на BlaBlaCrypto. И опять же, ньюсблоки, по которым вы скучаете, наверное, они переехали с CryptoCommons именно туда. Вот, это я вам хотел сказать. А также сказать по поводу своего вчерашнего трейда, кто смотрел мое видео из гор. Я открыл два трейда, это Bittok и Dash, и их не ликвиднуло. Я с ними работал, я с ними работал вчера ночью, я доливал маржи, закрывался, переоткрывался ниже. И в итоге вот такая вот динамика сейчас по ним происходит, чтобы вы понимали. Dash уже вырвался в плюс на 50%, на 500 долларов уже почти был. Bittok пока еще в минусе. Средние цены входа я сместил на 55,5 по Bittku и 20,5 по Dash. Ликвидации, соответственно, 52,600 и 18,7. Но дисклеймер, ребятушки, не финансовый совет, как обычно. Но, тем не менее, друзья, все ссылочки в описании. Иногейт сейчас идет крышесной сильнейший турнир, в котором просто невозможно, мне кажется, не победить, потому что там всего участвует чуть больше 10 человек или даже 10 человек. Очень хорошими призами. Ничего не надо делать, никаких вступительных требований к депозиту, просто залетаете и торгуете хоть на 100 баксов, как обычно вы торгуете. Призы iPhone, iPad, Apple Watch и так далее. И много кто еще до сих пор в минусе, поэтому, ребята, вообще все в минусе. То есть, грубо говоря, все, кто в минусе, тоже, походу, получат призы. Но только если мы разблокируем торговый объем. Так что давайте поднажмем. И опять же, кто хочет диверсифицироваться, сейчас говорят, что Bybit начали там что-то соблюдать требования ЕС, санкции. Так что сейчас самое время перевести часть своей крипты на биржу Gate. Если вы переводите ее с DT, то через сеть ТОН комиссия будет 0 долларов вообще. То есть, вы можете без комиссии перевести часть средств на Gate, чтобы диверсифицировать свое трейдинг-портфолио. Вот. Ну и плюс еще хочу сказать, что для тех, кто все равно торгует на Bybit и остается там, супер-мега-акция. Это AirDrop 100 USDT. Получите AirDrop бесплатный трейд на 100 USDT вверх и вниз. Переходите по ссылке в описании. Выбирайте любимую свою торговую пару, одну из вот этих вот, BTC, ETH, Solana, XRP, Atom, Litecoin, Dash, Bitcoin, Cash, Doge или PP. Нажимайте участвовать. Получайте AirDrop, ребята. Вот. Респект биржам Bybit и Gate за все эти движухи. Ну, вот. Это все сказано. Также подписывайтесь на наш канал в Телегу, жмите на колокольчик. И, конечно же, подписывайтесь на плана B, если вы понимаете по-английски в оригинале. Ну, что, смотрим? Поехали. Поехали. Добро пожаловать на YouTube в Лана Бей. В этом видео я поделюсь мыслями о рынке биткоина, используя 7 графиков. И, пожалуйста, поставьте под видео лайк и не жмотись, а на канал подпишись. Окай, первый график, модель Stock to Flow. Биткоин закрылся в июне, немногим выше 62 тысяч. И рынок находится в тошнотном боковом движении уже на протяжении месяцев между 60 и 70 К. И пока он не найдет свое направление, мы будем здесь. Так что, после халвинга цена биткоина всегда отстает моделированной стоимости. И цена начинает движение лишь через пару месяцев после халвинга. На это уходит от 12 до 18 недель перед тем, как цена подберется до расчетного уровня модели Stock to Flow. Так что, на мой взгляд, нам надо лишь немного терпения. Я знаю, это сложно, но это единственное, что мы можем сделать. Так что, ждем и переходим к следующему графику. Красное. Мы по-прежнему в бычьем рынке. И я знаю, что это может ощущаться не так, но цифры не лгут. Это все данные с ончейн. Нет ничего необычного. Мы придем сюда. Я бы заволновался, если бы у нас появилась точка желтая или зеленая, что невозможно. Но желтая, ее у нас нет, у нас красная. Это бычий рынок. Так что, это меня немного успокаивает. И RSI здесь интересно. Немного упала. Или стабилизировалась между 60 и 70, можете сказать. Сейчас она 65. Белла 69. И некоторые могут подумать, что бычьему рынку пришел конец. И на самом деле их обоснование довольно интересно. Их обоснование в том, что биткоин идет по пути сокращающихся прибылей. И в каждом цикле мы видим вершины, которые становятся все ниже, а также провалы становятся ниже. А также на этом графике RSI вы можете ясно видеть, что имеет место паттерн уменьшающихся прибылей. Я не верю в уменьшающиеся прибыли. Я верю в экспоненциальные прибылы. Но не важно. Люди, которые считают, что бычьему рынку пришел конец, также видят процесс выравнивания. Поэтому они думают, что рынок биткоина также выравнивается, приближаясь к стандартному торговому диапазону. А стандартный торговый диапазон для RSI находится между 30 и 70. Например, для рынка ценных бумаг или для рынка Форекс. Это диапазон между 30 и 70. А биткоин немного выше. Так что вы можете думать, что эта вершина выше 70 является процессом выравнивания рынка биткоина. А медвежий рынок становится более резким движением в направлении к 30. И я могу понять такое обоснование. Обоснование медвежьего рынка. Но я не думаю, что это случится. Я считаю, что у нас не будет уменьшающихся прибылей. У нас будут экспоненциальные прибыли, и мы увидим значение RSI выше 80. Опять. Как это было в 2013, в 2017 и в 2021. Время покажет. Но будет довольно интересно внимательно следить за показаниями RSI. Следующий график — это скользящие средние. 200-недельные скользящие средние, что примерно составляет 4 года. Здесь мы берем среднюю цену биткоина за последние 4 года. Это темная черная линия. И сейчас она на уровне 37. Как всегда растет. Эта 200-недельная скользящая средняя никогда не двигалась вниз. Она медленно-медленно растет. И да, ничего необычного. Реализованная цена биткоина. Реализованная цена сейчас 31. На конец июня. Двухлетняя реализованная цена — 42 тысячи. И пятимесячная реализованная цена. Цена краткосрочных держателей — 65 прямо сейчас. Так что биткоин немного ниже пятимесячной реализованной цены. И эта светло-голубая линия — 5-месячная реализованная цена — всегда выступала линией поддержки в бычьем рынке. Так что биткоин редко опускается ниже этой линии. И обычно он следует этой линии. И это так и было в течение последних пары месяцев. Так что прямо сейчас нахождение биткоина на уровне этой голубой линии — или на самом деле нахождение его немного ниже этой линии — это очень интересно. Я ожидал оскок вот этой пятимесячной реализованной цены вверх. И нам не нужно идти вниз. Так что также будем за этим внимательно следить. И, пожалуйста, не ищите точного значения, а больше смотрите об общем направлении, а также причинами, стоящими за этими числами. Это относится ко всему моему анализу и моим графикам. Например, вы можете сказать, «А, он ниже, чем 64». А ты говорил, что он не может пойти ниже 64-х, ведь это линия поддержки. Нет. Он может быть ниже. Просто я не думаю, что он там будет находиться долго. А общий паттерн, который мы с вами видим, заключается в том, что пятимесячная находится выше двухлетней реализованной цены. И эта ситуация всегда происходит во время бычьего рынка. А вот во время медвежьего рынка мы видим, что пятимесячная реализованная цена первая падает ниже двухлетней реализованной цены. И затем падает ниже себестоимостной реализованной цены. Это происходило каждый медвежий рынок. Так что эти сигналы являются важными направляющими, которые мы с вами и ищем. А не те значения, которые немного находятся ниже, на тысячу вверх или тысячу вниз. Это не является важным. Так что прямо сейчас все выглядит в порядке. Я ожидаю отскок от этих 65 тысяч. Но посмотрим. Реализованная прибыль. Продавцы получили 13% прибыли в июне. Это немного, но позитивно. Я думаю, что это сравнимо с 2017, где было немного красного, было немного зеленого, оранжевое, зеленое, оранжевое. Аналогичная неуверенность рынка, как было и в начале бычьего рынка 2017. Теперь, вот синее бы меня напрягло. Говоря об общем направлении и об основании этих чисел. Синее бы меня напрягло. Зеленое нет. Оранжевое, желтое. Это все соответствует тому, что мы видели. Биткоин в прибыли. То же самое. 90% всех ходлеров находятся в прибыли. И это мы можем сравнить с 2013. Было много желтого, оранжевого и красного в начале бычьего рынка на уровне предыдущего верха. И мы снова это видим. Немного сомнения. Рынок определенно в поисках направления. И я надеюсь, что он найдет вскоре это направление. А до этого времени нам нужно запастись терпением. Итак, спасибо за просмотр. Подпишитесь, поставьте лайк и смотрите канал наших друзей БлаБлаКрипто. Подпишитесь, поставьте лайк и смотрите канал.